Глава Ингодинского района Михаил Шибаев в этот день всегда немного волнуется как школьник. Дело-то в целом не хитрое, но такое ответственное – поздравить ветерана и долгожительницу Антонину Петровну Фадееву. В этом году ей исполнилось 102 года. Это именно вы после войны подняли нашу страну из руин. Вы мало того еще подняли, всему миру показали, насколько могущественна наша страна и насколько мы все вместе едины. Поэтому мы, конечно, берем с вас пример и всегда, где мы разговариваем с младшим своим поколением, мы везде-везде всегда ставим пример именно вас, тех людей, которые и войну прожили, и после войны сколько сил отдали. Тяжелое время было. Пришлось все пережить. Так что очень вам благодарна за внимание. Это очень хорошо, что не забываете нас, уже стариков. Наших героев не забываем. Родилась Антонина Петровна в Ногинске в большой семье и всегда мечтала стать врачом. Поступила в медицинский институт и в 1943-м добровольно ушла на фронт. А могло ли быть в те годы иначе? Не только я, а многие же сразу шли. Мало таких, которые старались увильнуть. А мы не жалели здоровья, потому что и болели, и переживали. Часто в таком состоянии тяжелом, но все равно боролись. Постоянные бомбежки и голод. В таких условиях приходилось спасать жизни. Единственная большая радость военных лет – знакомство на фронте с мужем. После объявления долгожданной победы семью перебросили на восток. Пришлось даже пожить в Корее. Уже потом в Чите Антонина Петровна активную жизненную позицию не оставила и более 25 лет возглавляла областной комитет Красного Креста. Своим примером она приучила к труду собственных детей. И ее внук Павел Фадеев продолжил медицинскую династию. Как воспитывали. Только они знали, что я там тружусь, оказываю помощь. Гордитесь детьми? Да. Да. С гордостью. Что порядочное. Вот они со всех концов мне звонят, пишут, приезжают. Именно труд, открытость миру и поддержку семьи Антонина Петровна называет секретом своего долголетия. Главное – не жалеть себя. Время для нее измеряется не годами, а результатами и достижениями, которые теперь приумножают внуки и правнуки.